Шалом! Здравствуйте! Мы продолжаем изучение законов, связанных с праздником Песах. Мы уже говорили, что необходимо устранить все квасное, весь хамец из наших домов до Песах. И наши мудрецы постановили, что 24 часа в сутки до начала Песах, то есть в ночь до 14-го Несана, проводится бдикат хамец и бьюр хамец. То есть это переводится на русский язык как «поиски квасного и устранение квасного». Каким образом мы это делаем? Сразу же после вечерней молитвы хозяин, глава семьи возвращается домой и начинает проверку хамец. Полчаса до бдикат хамец, то есть до наступления темноты, не следует начинать какие-либо работы или начинать трапезу, и даже учиться, так как мы опасаемся, что человек может увлечься и тем самым удержаться от исполнения заповедей. Можно сделать легкий перекус до этого. Если у кого-либо есть свой магазин или работа, то следует закрыть магазин для того, чтобы исполнить эту заповедь вовремя. Если же у него нет такой возможности, то по меньшей мере он должен назначить шалиях, посланца, который вместо него сделает эту заповедь, то есть проверить его дом на наличие хамец. Это может быть любой врослый человек, это может быть даже юноша после 13 или девочка после 12 лет. Если и такой возможности у него нет, то, вернувшись домой поздно, в течение всей ночи он может проверить хамец. Если он не успел сделать эту ночь, то по меньшей мере днем, до начала Песоха, он должен это выполнить. Каким образом мы производим дикат хамец? Нужно позаботиться, чтобы до начала проверки у нас была свеча. Такова традиция, что проверка хамец ведется при свете свечи. И наши мудрецы говорят, что таким образом мы можем увидеть хамец даже в самых далеких уголках нашей квартиры. И берется свеча, произносится благословение. Аль-Бьюр Хамец. Паруха Туашем Элукейну Мелаха Улама Ширки Дышану Бумитсвата Ватсывану Аль-Бьюр Хамец. И после этого начинается проверка. То есть человек со свечой должен просмотреть все те участки квартиры, где может быть хамец. Мы уже говорили, что те места, куда хамец не заносится, не нуждаются в проверке. А также те места, которые он убрал до Песоха, и он следил за тем, чтобы туда хамец не заносился, также нет необходимости проверять в ночь. Проверяются только те места, где есть опасение, что есть хамец. Это могут быть подоконники, где часто боевает хамец, или пол, между ножками шкафов и тому подобное. Важно помнить, что все то время, пока он занимается абдикат хамец, не следует прерываться на какие-либо дела и даже на разговоры, а только то, что необходимо для абдикат хамец. И тем более нельзя прерываться между благословением и началом проверки. После того, как человек сказал благословение, он может проверить несколько домов, все, что имеется в его наличии, а также в автомобиль, достаточно одного благословения. Он не должен каждый раз говорить заново о благословении. Если есть какие-либо места, где есть опасение о пожаре, скажем, автомобиль, и он боится проверять там со свечкой, так он может пользоваться для этого фонарем. По закону было бы достаточным также и домом проверить с фонарем. Но так как есть традиция проверять со свечой, так следует проверять со свечой. Это должна быть именно свеча, а не факел. Так как если это факел, несмотря на то, что у него больше свет, но есть больше опасения пожара, человек, опасаясь пожара, не проверит как следует. Должна быть обычная восковая свеча. И нельзя пользоваться свечами с маслом, так как масло капает. Такая же человек может, опасаясь вреда, ущерба, не проверить как следует. Теперь мы поговорим о тех людях, которые не могут по каким-то причинам выполнить проверку Хамец 14-го Ниссана. Скажем, он уезжает в командировку или куда-либо, и он должен оставить свою квартиру, и он не сможет быть вечером перед прессом дома. В таких ситуациях он должен ту же самую процедуру провести раньше, 2-3 дня до этого, перед тем, как он уезжает. Но в такой ситуации ему нельзя благословлять. Если он делает проверку днем, то нет необходимости делать это при свете свечи, он может открыть окно и делать это при дневном свете. Те же места, куда дневной свет не попадает, там даже днем следует провериться свечой. Если мы делаем проверку ночью при свете свечи, то нет необходимости тушить при этом электрическое освещение. После того, как человек произвел проверку, есть специальный текст, который называется «Аннулирование Хамец». Мы должны его сказать, тем самым провозглашаем, что тот Хамец, который мы не заметили, чтобы он был аннулирован. Каждый должен сказать этот текст на том языке, на котором он понимает. По-русски это звучит следующим образом. «Все неприсное, квасное, находящееся в моем распоряжении, незамеченное, ничтоженное мною, а существование которого мне неизвестно, да будет считаться никому не принадлежащим прахом земным». Таков текст он приводится во всех седури. Можно говорить на любом языке, на котором человек понимает. Есть традиция перед началом проверки, в ночь на 14-го Ниссана, оставить так называемых 10 птетим. 10 кусочков хлеба, и есть дома, в которых принято, что дети их прячут, необязательных прядочек, сам может их положить в те места, в которых он может после этого найти, да, потому что важно найти все 10 птетим. Если он какой-нибудь из них оставит, у него будет Хамец в Песах. Перед этим заворачиваются эти 10 кусочков в бумагу или в фольгу, чтобы хлеб не раскрошился. И делается это для того, чтобы, если, скажем, нет Хамец в его доме, чтобы его браха не была левотала, чтобы его браха, который он произнес на устранение Хамец, не было произнесено впустую. Есть у этого также другие причины. И после того, как он нашел эти 10 птетим, он оставляет весь тот Хамец, который он нашел вечером, 10 птетим в специальном мешочке, и на завтра, утром, это уже непосредственно канун Песаха, он берет весь свой Хамец и сжигает его, называется Бьюр Хамец. Это необходимо произвести утром в пятом часу, да, это уже это последнее время, когда можно сжечь Хамец в Израиле. Это, по мнению Могана Брама, это 10.20, 10.21 утром, и по мнению Виленского Гоона, это 10.36. Каждый должен проверить время уничтожения Хамец в соответствии с местом своего проживания. Хамец. 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 Хамец.